Как лже-принц дурачил знаменитости и кого из публичных персон больше всех читают в Твиттере? Об этом они только узнаете из нашего обзора. Пройдоха голубых кровей. Итальянская полиция разоблачила фальшивого принца. Некий Стефан Черентич из Монте-Карло выдавал себя за потомка династии черногорских монархов. Вымышленный статус помогал ему знакомиться со знаменитостями. Так, два года назад он даровал титул графини Памели Андерсон. Раскрыть аферу удалось благодаря неоплаченному счету в отеле, где останавливался лже-принц. При обыске у авантюриста полиция обнаружила ворох поддельных документов и медалей. Самая читабельная в Твиттере. Американская певица Кэти Перри первой в мире собрала более 100 миллионов подписчиков в микроблоге. На втором месте по популярности в этой соцсети канадский певец Джастин Бибер. У него фолловеров всего на 2 миллиона меньше. Не отстает от звезд шоу-бизнеса бывший президент США Барак Обама. Его читают 91 миллион пользователей Твиттера. Покоритель голубых дорожек против океанского хищника. Американский пловец Майкл Фелпс совершит заплыв на перегонки с белой акулой. Соревнования проводят специально для телепередачи на канале Discovery. Подготовку к заплыву американец начал с погружения, находясь в клетке к большим белым акулам. Несмотря на 39 мировых рекордов и 23 олимпийские медали, эксперты скептически оценивают шансы спортсмена на победу. Белая акула плавает в 4 раза быстрее Фелпса. Опасная акробатика. Американка Эрендира Валенда исполнила несколько трюков над Ниагарским водопадом. Несмотря на ветер, девушка вращалась на обруче, подвешенном к вертолету на высоте почти 100 метров. В какой-то момент она повисла над бездной, ухватившись зубами за конструкцию. Эрендира – жена американского акробата Ника Валенде, который 5 лет назад первым прошел по канату через Ниагарский водопад. Конец легенды. Археологи нашли в Эфиопии забытый город Харло, построенный в 10 веке до нашей эры. Местные предания гласили, что в этой местности обитали гиганты из-за крупных блоков, которые использовались для постройки зданий. Оказалось, ранее там жили обычные ремесленники, специализировавшиеся на изготовлении бижутерии и ювелирных украшений. Живая преграда образовала пробку на дороге в чилийском портовом городе Томе. Посреди небольшой улицы лениво разлегся огромный морской лев. Автомобилям пришлось объезжать животное, что вызвало затруднения в транспортном движении. Скорее всего, морской лев забрался вглубь города в поисках пропитания.